доброе утро дорогие друзья доброе утро мы продолжаем изучать тору так слава богу сегодня у нас 9 тишрея 9 тишрея и значит 9 тишрея мы приближаемся невероятными быстрыми темпами к йом-ти-пуру сегодня у нас вечером йом-ти-пур йом-ти-пур день искупления переводится название день искупления значит сегодня мы узнаем что это за день и так 9 тишрея книгой о йом-йом во время обряда капород произносят отрывок сыны человеческие его произносят трижды до слов и мир и каждый раз крутят над головой петуха или курицу или деньги и всего совершают 9 вращательных движений значит это первое что нам говорит эта книга сейчас я вам покажу как делается обряд капород сейчас вы узнаете как делается обряд капород значит берется первым делом берется махзор это молитвенник на йом-ти-пур вот такой молитвенник есть переводом на русский открывается сегодня канун йом-ти-пура и как раз утром делается вот такая вот интересная вот капород из искупительный обряд накануне йом-ти-пура искупительный обряд накануне йом-ти-пура значит мы знаем что наруша шана 9 дней назад всевышний судил весь мир он пришел как бог царь да и просветил каждого из нас не светом а таким как рентгеном и определил причастность каждого из нас к даже назовем это таким кто понимает восточные слова это как карма да он говорит так вот этот например человек он в этом году делал много плохого но он раскаялся и в следующем году он собирается сделать много добрых дел значит этому жить а вот эта душа например мы не знаем как свершний считает она уже в этом мире свои все задачи выполнила ему уже надо переходить дальше в другой мир в общем всевышний каждого проренденил рентген и определил какой будет будущий год потом есть 10 дней когда этот рентген продолжает светить называется 10 дней раскаяния этот рентген светит до сегодняшнего захода солнца вот сегодня то захода солнца называется 10 ней раскаяния рентген светит и можно делать раскаяние что такое раскаяния я что же сделал зачем я это дело в прошлом году такul я конечноtime духовности не доработал, людей обижал, то я делал не так, это не так, ой-ой-ой, как же я жалею, все, в будущем году буду хорошим, буду хорошим, и это называется, что мы последний, вот последний, знаете как, последний час перед экзаменом, да, осталось не час, несколько часов, вот мы перед Йом-Типуром, мы, значит, делаем раскаяние, и в Йом-Типур, написано, Всевышний приходит лично сам, это будет 26 часов проявленного такого, как бы божественного света, опять включается на полную мощность, включается этот свет, который, который начался в Рошашана, вот это качество Всевышнего, и оно включается, этот свет, и уже, значит, кто сделал шву, тот очищается, кто раскаялся, тот очищается, и в Йом-Типур можно уже, шву нельзя делать, можно только просить, чтобы был хороший будущий год в духовном плане, то есть мы весь Йом-Типур, мы просим, чтобы был хороший год в духовном плане, есть у нас тоже ведуи, правда, весь Йом-Типур у нас продолжаются, ведуи, да, ведуи, это Всевышний, опять же, Всевышний же хочет прям конкретно, есть интересная такая вещь, когда, по-моему, это пророк Ехестель, и пришел, когда, значит, кто-то к пророку Ехестелю, и говорит, правда ли, что Всевышний в Йом-Типур прощает грехи? А он говорит, а я сейчас спрошу у Всевышнего, и он, пророк Ехестель, спрашивает у Всевышнего, и Всевышний ему отвечает, я, говорит, клянусь, что я не хочу смерти грешника, а хочу я, чтобы он исправился и жил, так я хочу, чтобы грешник исправился и жил, не хочу Всевышний, если бы он хотел всех убить, то он бы тогда мир бы не создавал, он бы уничтожил мир, Значит, Всевышний хочет, чтобы все жили, но чтобы все жили, мы должны правильно действовать В общем, есть такой обряд, называется Капорот, искупительный обряд на кондоне Йом-Типура, значит, есть вариант, берут петуха, мужчины берут петуха живого, женщины берут курицу, а есть вариант, не брать ни петуха, ни курицу, а взять деньги в руку, стоимость петуха или стоимость курицы, и прочитать псалом вначале Сыны человечества обитают во мраке и в тени смерти, закованы в страдания железа, но он выведет их из мрака и узы их разорвет, то есть это читается этот псалом, и там в конце есть такие слова Если есть у человека ангел-заступник, то есть заслуги хотя бы один на тысячу по отношению к грехам, то пусть молвит слово в его оправдание и скажет, следует избавить его от нисхождения в могилу, ибо есть для него выкуп, выкуп это доброе дело После этого берут деньги, крутят ими над головой, или петуха, или курица, или деньги, стоимость петуха и курицы, и говорят, это замена моя, это подмена моя, это искупление мое Эти деньги пойдут на благотворительность над сдаку, а я, значит, вступлю в жизнь добрую, долгую и мирную И так делают, вот крутят над головой 9 раз, получается, 3 раза говорят эту фразу, и когда ее говорят, каждый день, каждый раз крутят над головой Это замена моя, это подмена моя, это искупление мое, эти деньги станут пожертвованием, а я вступлю в жизнь добрую, долгую и мирную И потом эти деньги нужно передать нуждающимся людям, для кого-то, которые на эти деньги покушают, смогут купить себе еду И есть люди, которые голодают, и вот это именно есть такие люди, то есть их надо отдать на благотворительность Все, значит, книга нам говорит, что это обязательно надо сделать, и совершают 9 вращательных движений Дальше, до конца месяца Тишере не произносится молитва Таханун о прощении грехов То есть мы на Йом-Типур столько просили, в эти 10 дней мы столько просили, чтобы Всевышний простил нам наши грехи Что уже до конца месяца мы не просим, уже грехи прощены Значит, или уже, если человек не просил прощения, и он не считает, что он грешил, и он не хочет, чтобы ему грехи простили Значит, значит, тоже ему уже ничего не поможет Значит, наше служение в канун Йом-Типур, это покаяние в прошлых грехах А служение в сам Йом-Типур, это принятие решений на будущее Вот такой нам дал совет, книга о Йом-Йом Понятно, да? Значит, принятие решений на будущее Все Я думаю, что понятно Значит, мы попросим сейчас Якова Шатагина И попросим, чтобы он нам вот сюда текст в комментарии, чтобы нам текст этот тянул Может, многие не знают, как это делать Капорот, значит, вот это простой текст, очень псалом один прочитать И взять, покрутить над головой деньгами, деньги отдать нуждающимся, кто на них покушает Все, очень-очень хороший обряд, который помогает сделать искупление в Йом-Типур Дальше, значит, вторая книга, которую мы изучаем, она нам говорит так Обретение неба на земле Что были, была одна семья, пришли они к Рэбе И просили благословения на то, чтобы их дети вели себя как следует Так они просили Для родителей очень важно, чтобы дети были хорошие, добрые, веселые, религиозные То есть, им очень-очень это важно И, значит, пришли эти родители и просили Просили за своих детей Что им ответил Рэбе? Рэбе им сказал так Ведите себя так, чтобы дети на вашем примере захотели так же поступать Как вы их родители Общайтесь с ними постоянно, ежедневно, и вы получите желаемый результат Он им говорит, этим родителям, что старайтесь Старайтесь, это известная, известная мудрость Что старайтесь исправлять себя С детьми общаться, и дети будут видеть, как вы себя ведете И дети, они повторяют своих родителей Это самый хороший совет воспитания Воспитывать себя, а не воспитывать детей Вот, очень это интересно и важно Хорошо Что человек должен всегда воспитывать себя сам Это самый для него важный момент И всю жизнь это воспитание должно продолжаться Потому что внутри у нас сидит всегда маленький ребенок В каком бы мы ни были возрасте И нужно себя постоянно воспитывать Цель жизни – это исправление себя Это исправление себя Да? Ягель? Да? Хорошо Вот Дети, пишет Тамара Ловачева, что дети на нас смотрят, а не слышат Дети на нас смотрят и не слышат Хорошо Дальше Недельная глава сегодня нам говорит Это Аазину Аазину – это глава Аазину Значит, «Услышьте небеса» Это песня, о которой последнее Мушарабену перед смертью говорил Он привлекал в небеса свидетели Да, небеса, землю И вот он говорит в этой песне Это как его песнь «Пророчество перед смертью» И он говорит так Что возведет он народ Израиля Всевышний на высоты земли Будет есть урожай полей Будет питать медом из камня и так далее То есть, если народ Израиля выполняет волю Всевышнего То здесь идут дальше благословения Опять обещания, что все будет хорошо Прям подробно описывается здесь Что будет подробно хорошо И пшеница, и виноград И будут стада и так далее То есть, все очень будет хорошо В сельском хозяйстве везде Теперь, значит И дальше мы доходим до отрывка Очень известный отрывок Который прямо я слышал много-много раз Отрывок такой «Ваешмен Ишурун Ваебат» И разжирил Ишурун Ишурун – это еще одно название еврейского народа От слова «Ваешурун» – это прямой И разжирел Ишурун Ваебат Значит, и начал брыкаться Шаманта, Авито, Кассита Значит, растолстел, жиром покрылся И потянул Бога, который его сделал Создавшего его «Ваинабель Цур Ишуато» И, значит, он Как бы Ваинабель Пренебрег Тем, кто его создал То есть, здесь описывается вот этот момент Что, когда будет все хорошо Когда будет прям реально И разжирел Ишурун И начал брыкаться «Як неуни бы зарим» И, значит, начали служить Другим Богам И начали гневить его мерзостями своими Вот скажите мне Вот откуда это знает Всевышний? Даже не так Если скажем, что это просто Маше Робейну От себя эту песню сочинил Да? Откуда он знает, что Все общества, которые Получали от Всевышнего в древности Благословения Они тут же начинали грешить Откуда мы это знаем? И как грешить? И возбудили в боди ярость Своими мерзостями Пишет нам устная Тора Говорит нам, что за мерзости Значит Например Что это за мерзости? Мешка в Захар Значит, начинается сразу Мешка в Захар Это Это гомосексуализм Укшафим И колдовство Значит То, что Чем Бога гневают Когда Чем Бога гневают Это Именно гомосексуализм И колдовство Представляете? Вот это то, что всегда Начиналось В В обществах Которые римляне Гретьи Там и так далее Избеху Лешадим Значит Переносили жертвы Демонам Но не богам Идолам Которых не знали Новым каким-то идолам Которые изобретали Значит Новым идолам Которых изобретали Новым идолам Которых изобретали Представляете? То есть Устная тура нам говорит Что значит Новых идолов Которых изобретали Значит Что евреи Тогда придумали Разных новых идолов Которые говорили Языческие народы Да Это еврести Идол То есть Евреи его придумали Какие-то были Новые идолопоклонства Которые даже не знали Идолопоклонники Того времени Значит Цур Илатеха Ты забыл Значит Твердыню Тебя породившую Ты забыл Забыл ты бога Который Тебя вывел Из утробы Тут интересно Цур Это скала Твердыня И была интересная история Когда Было Основание Государства Израиль Были Большая часть Вот этих Основателей Государства Израиль Они были Нерелигиозные Евреи Они были Из религиозных Семей Но они Оставили Религию Оставили Тору Оставили Всевышнего Значит Про котов Пишет Денис Семчук Нет У нас есть Коты Которые живут На балконе И есть кошка Которая живет На другом дворе И вот они Между собой У них война Постоянная Война И вот они Между собой Они Это самое Пока Межжина Не пропустила Ту кошку Которая живет На том дворе Там есть У них Такое Разделение Территории У животных У всех Есть Вот это Вот внутреннее Разделение Территории Мы Что Нельзя Это Запрет История Издеваться Над животными И как Добрый человек Может Издеваться Над животными Я очень За Прям Переживаюсь И кто-то Не дай бог Издевается Над животными Мне очень Жалко Животных Теперь Давайте еще раз Вернемся Значит Когда В 48 Году Была Декларация Независимости Израиля До основания Израиля То возникли Споры Там Были Религиозные Сионисты Они говорят Как можно Не упомянуть В декларации Независимости Израиля Бога Это просто Нереально Потому что Ну как Это Бог вернул Израиль Народ Израиля 2000 лет Было изгнание Мы все Помнили о Боге Каждый день Мы говорили В Беркатом Озоне Благосостояния После еды Что мы вернемся В Израиль Во всех молитвах Мы просили Всевышнего Три раза в день Верни в Израиль Нас И так далее И теперь Мы вернулись В Израиль И в декларации Независимости Израиля Не сказать Про Бога Как Теперь Были там Коммунисты Такие Которые были Коммунисты Типа Троцкого Вот такие Вот прям Они говорят Если Там будет Упоминание Про Бога Мы вообще В общем Разгорелась Совершенно Невероятная Спор По поводу Того Упоминать Бога В В декларации Неизвестимости Израиля Или нет И Сошлись На том Что написали Что Цур Цур Израиль Да Значит Твердыня Израиля То есть Это как бы Твердыня Но те Которые Учили Тору Они понимают Что Цур Еладеха Твердыню Которая Тебя породила Значит Ты забыл Ватюшках Эль Михалелеха И ты забыл Бога Который Тебя Вообще Создал Но Цур Это именно Говорится Про Бога И поэтому В декларации Написано Что Цур Израиль Да Понятно Теперь Значит Это вот Сегодняшний Отрывок Мы изучили Исторой То есть К сожалению Эта волна Продолжается И есть тут Совет Любавического Рэба Мудрая Сторой На каждый день Испытание Богатством Что испытание Богатством Это самое Тяжелое Испытание В нем Человек Думает Что он Прямо Вообще Самый Главный В этом Мире И он Значит Думает Что все У него Все Обеспечено И Перед Написано Лифны Шевер Гаон Перед Крушением Вознесения Как только Человек Забывает Про Бога Тут же Значит У него Начинается Крушение Поэтому Когда А забыть Про Бога Когда у тебя Везде Там Все Все Организовано Значит Намного Проще Чем Когда у тебя Ничего Не организовано И ты Не дай бог Куча проблем И ты просишь Всевышний Я не могу Я не могу Решить Свои проблемы Пожалуйста Реши мои проблемы Бах Одна проблема Решился Человек Думает Вау Вообще Вот это Всевышний Мне помогает Это чудо Бах У него Там вторая Проблема Анализы Хорошие Все Всевышний Спасибо 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 Потом Все Выздоровел Он Все у него Хорошо Значит Деньги Тут Деньги Там Все нормально И зажирел И шурун И стал Брыкаться К сожалению Так оно Происходит Поэтому Испытание Богатством Тяжелее Чем испытание Бедностью Болезнями И так далее В духовном плане Теперь Вопрос был Как благословлять И как принимать Благословение Значит Благословение Это Это По-русски Это удача Да Вот Удача Это то Что сверх нормы Когда ты Вот идет Прет тебе Да И ты желаешь Чтобы тебе Только Человек Который благословляет И просит Чтобы Всевышний Помог Он говорит Что Бог тебе помог И чтобы у тебя И в здоровье было И в духовности было И с детьми Все хорошо было То есть Благословение Это как привлечение Удачи От Всевышнего На другого человека То есть Мы благословляем И говорим Чтобы у тебя было Сверхмеры Само слово Благословение Браха На русском На иврите Браха Это умножение Сверхмеры И когда мы Говорим Кому-то Там Детям Я тебя благословляю Чтобы ты был Как Ифраим И как Минаш И как Авраам Ицкак И Яков Чтобы было У тебя все хорошо То есть мы желаем Чтобы у него было Благословение Сверхмеры То есть Сверхнормального Хода вещей От Всевышнего Как отвечают На благословение На благословение Отвечают Амень Амень Это переводится Истина Что это истина Что подтверждаю И очень красиво Ответить Вот такой фразой Благословляющий Будет благословлен То есть То чем ты меня Благословляешь Пускай Бог Благословит тебя Этим же То есть Это очень красивый Такой правильный ответ Благословляющий Будет благословлен И тут есть еще один момент, такой очень интересный, что Бог сказал в Торе, что благословляющий потомков Авраама будет благословлен, а проклинающий будет проклят. Поэтому, например, когда меня вызывают в Торе, и там, когда тебя вызвали в Торе, ты можешь благословлять там, и я очень много даю всем благословений. Всем, всем, всем. Почему? Потому что есть в этом, в этом есть, когда ты благословляешь, на тебя идет благословение. Благословляющий будет благословлен. Проклинающий будет проклят. Это оно работает с две стороны. Хорошо, был еще вопрос, это вот был вопрос Дамира. А был еще вопрос, какой-то был вопрос, значит, капород нужно сделать как можно быстрее, значит, сделать капород и в телеграме прочитайте, прочитайте, значит, капород. И надо дать деньги на цдаку, кому-то на еду, чтобы было, и чтобы это было искуплением. Капород это переводится, искупление, очень хороший обряд. Значит, какие еще есть у нас благословения? Вопросы, какие-то были вопросы? Так. Вот, Дамир желает, из какого каждому слушателю желаю 1 миллион долларов ежегодно направлять на цдаку и масса. Амин. Благословляющий будет благословлен, чтобы до миру тоже было благословение, и чтобы он тоже на цдаку и выделял по миллиону долларов в год, чтобы Всевышний дал ему благополучие, благополучие. Но Всевышний всегда знает каждому, как будет ему хорошо, потому что иногда бывает, вот люди выигрывают деньги в лотерею, 80% из них страшно, у них прямо в первые же годы все рушится в жизни из-за этих денег. Поэтому Всевышний знает, кому сколько давать, чтобы не было, как в притчах царя Сламона в Мишле написано, что быстрое наследство, в нем нет благословения. То есть, когда ребенку попадают большие деньги, то на него сразу же сбегаются аферисты всякие обманщики, бандиты там и так далее. То есть, и нет в этом благословения, потому что он не знает, что с этим делать. Его все равно обманут, и еще может еще хуже закончиться, да. Поэтому Всевышний, он, зная у каждого из нас намного больше, чем мы сами знаем про себя, он дает нам именно то, что нам нужно для духовного роста. Потому что человеку главное же, главное, чтобы быть счастливым, это самое главное, да. Теперь быть счастливым, это не обязательно быть, иметь много денег. Быть счастливым, это быть счастливым. И мы просто привыкли думать, что зависимость счастья от денег, она очень прямая. Но это не совсем так. То есть, счастье это отдельный, совершенно отдельный, отдельный, как сказать, маслуль, это, счастье это отдельный, отдельное направление в жизни, отдельная сфера работы, да, быть счастливым, благодарным, веселым. И это не зависит от денег. То есть, понятное дело, что если есть проблемы, то это намного сложнее. Но если есть у человека нет проблем, да, с деньгами, то есть у него есть нормальное количество, ему хватает, то тогда, тогда не факт, что ему нужно умножать имущество, умножать заботу, правильно Давид вот написал. Не факт, что нужно прям стремиться к деньгам, деньгам, к здоровью, к духовному росту, к удовольствию от жизни, к радости от жизни, радости от детей. Это все очень понятные, понятные вещи. Но деньги, как-то мы привыкли, что весь мир гоняется за деньгами. И мы тоже всегда благословляем, чтобы Бог дал много денег, чтобы Бог дал столько, сколько тебе нужно. Все, всем записи в книге жизни, чтобы уже, сейчас нас уже не записывают, уже запечатывают. Записали нас в Рошашана, сейчас в Йом-Типур поставят печать, чтобы нас поставили печать в книге жизни, в книге добра, в книге благополучия, в книге радости. И чтобы мы в следующий год учили Тору намного больше, чем учили в этом году, чтобы Ваикра развивалась. И чтобы мы свет Всевышнего, свет Торы прямо перенесли на весь мир, чтобы больше людей узнало о Боге и стали выполнять его заповеди. Все, всем удачи, успехов. Счастливо, хорошего года. Гмар Хатима Тава. То есть завершение печати хорошее. Спасибо вам, что приходили на уроки. Слава Богу, очень это важно, я думаю, и для Всевышнего, и для каждого из нас. Когда 150 человек с утра учат Тору, это важно в прямом эфире. Это очень важно. Все, счастливо. Слава Богу, очень это важно.